Я знаю, какие остатки дают вот эти числа при делении на U. Это бывает просто 0 остатка. Остаток бывает равен T, 2D и так далее, и так далее, вплоть до вот того числа. M выстрелили на T минус 1. Вот такие бывают остатки. И при этом они повторяются D раз. Значит, я должен все это умножить на D. Но здесь я написал остатки. А здесь были какие-то числа. Я напишу плюс еще некоторое число. Это число я потом посчитаю. А сначала разберусь с этим. Господа, для того, чтобы вы можете с ними все понять, здесь вот имеются слагаемые в количестве M разделить на D штук. Я могу числитель и знаменатель разделить на D. Будет так. Будет здесь X разделить на D, здесь M разделить на D, да? Потом пойдет 1 плюс X разделить на D, знаменатель M разделить на D и так далее, и так далее. Потом пойдет M разделить на D минус 1 плюс X разделить на D разделить на M разделить на D. Ну и плюс то самое слово. Так вот, мы это уже учили в прошлый раз. И мы, соответственно, знаем, что это будет просто-напросто целая часть числа X разделить на D. Все, что осталось, это посчитать число A. Для этого мы должны сделать очень простую вещь. Мы должны понять, что когда здесь стоят числа и обязательства, то мы их заменили на остатки. То есть, на самом деле, сейчас нужно просто сложить все эти числа, вычесть из них вот эти вот самые остатки и разделить на M. И это и будет величина, которую мы потеряли. Поехали. Можно взять одну M от следующей величины. Минус D умножить на сумму вот этих вот остатков. А это как 0, D, 2, D и так далее, и так далее. М разделить на M разделить на D, минус 1 умножить. Теперь надо считать. D вместо за скобку. Здесь будет M минус 1 умножить на N в половом. M сократилось. Здесь вот это M тоже сократится. D квадратно снимет, поэтому будет минус M минус D в половом. Хорошо. А что это такое? Это M, N минус M минус N плюс D в половом. Ребят, если мы сейчас для 4 и 6 проверим, получится 8, и будет все хорошо. 4 умножить на 6, минус 4, минус 6, плюс 2 в половом. 24 минус 10, это 14, 14 плюс 2, это 16, 16 в половом. Это все получилось. Мы доказали действительно совершенно замечательную формулу. В чем ее прелесть? Вот это выражение действительно считаем. И выражение D умножить на целую часть X разделить на D, то есть симметрическая функция от M и M. Такой вот забавный взаимности для целых частей.